ирина категория фрукты и овощи в ашане это это как и везде очень большая и очень значимая категория потому что это стопроцентный бескомпромиссный трафик мейкер это то что приводит людей в любую сеть в том числе и ваша но и кроме того это та категория где люди любят выбирать сами поэтому с точки зрения потока покупателей это одна из самых важных категорий в ритейли вы сказали что любят выбирать сами но тем не менее у вас доставка очень как сильно хорошо развита насколько люди доверяют вашим сборщикам ну на самом деле мы очень много работаем со сборщиками со своими сборщиками со сборщиками сбермаркета и все-таки пытаемся научить сборщика что они должны выбирать как для себя потому что все-таки большое разочарование получить не те фрукты или не те овощи и покупка будет испорчен даже все если все остальные продукты будут прекрасны поэтому много работаем объясняем про качество у нас есть определенные стандарты в том числе для приемки и для набора покупки через онлайн это очень сложный вопрос и наверное все-таки фров до сих пор несмотря на то что очень много у нас продается чрезыком товаров все-таки фров эта категория где покупатели все еще себе доверяют больше но а ешь на какие-то варианты наверно начинаю взять допустим предупаковано упакованы какие-то там яблоки или томат это на проще же будет объяснить что я хочу вот эту упаковку если но на самом деле из раньше видео этого мы должны воспитать доверие покупателей к тому или иному бренду что во фрове иногда сложно потому что к сожалению до сих пор брендов мало хотя есть прекрасный рост даст фламенко которых говорят все есть еще огромное количество уже проектов с именем до белоручка картошка еще я могу назвать несколько брендов которых доверяют но к сожалению во фрове и все еще мало поэтому мы вот в случае фруктов и овощей мы говорим что мы жестко будем растить долю стм не потому что вот мы хотим так а потому что нам нужно вырастить бренд которому будут люди доверять вот сейчас мы уже можем констатировать что как только мы сделали стм свежей зелени во фрове уровень продаж увеличился и товарооборот и количество покупателей увеличилось потому что мы даем нашим покупателям продукт качеству которому они верят качестве которого они не сомневаются это важно и таким образом мы делаем некий задел мы думаем о послезавтра мы думаем о том что все-таки онлайн развивается от этого уже не уйти это жесткий тренд поэтому нужно создавать товары с брендами которые покупатель онлайн тоже будет очень легко узнавать и которому будет доверять а это бренд это не относится к трем якорным вашим это какие-то другие бренды к чему трем якорным вашим три бренда якорных это в них же да конечно а и все-таки из так вы на что ориентированы там на низко ценовое предложение на повыше но нет все таки ашан он нам и конечно дискаунтер но мы широкий дискаунтер мы все-таки представляем товары в трех ценовых сегментах мы только начали работать над созданием стм во фронтах и овощах у нас уже есть каждый день низкий ценовой сегмент у нас уже есть красная птица средний ценовой сегмент и у нас уже есть золотая птица высокий ценовой сегмент поэтому мы будем работать в трех ценовых сегментах и создавать стм во фронтах трех ценовых сегментах зелень а что еще зелень дальше мы будем двигаться в сторону уже двигаемся томатов и огурцов. Дальше на подходе яблоки. И все эти проекты мы делаем с нашими прекрасными российскими производителями. У нас есть проект по овощам, которые относятся к так называемому борщовому набору. Поэтому мы двигаемся достаточно быстро в этом направлении. Что с зарубежными поставщиками? Ничего. Все хорошо. Заменяли кого-то, искали кого-то? Ну, конечно, заменяли и, конечно, искали. Но на самом деле, на мой взгляд, ситуация сейчас уже стала спокойнее. То, что сейчас нас немножко тревожит, это курс доллара, курс валюты, к которому все-таки импортные поставки привязаны. Ну, так есть и пока личи пока в России не растут. Поэтому нам было скорее сложнее не с поставщиками, а скорее было сложнее с перестроением логистики поставок товаров из-за границы. Потому что были проблемы с морскими линиями, были проблемы с портами, были проблемы с маршрутами. Весь прошлый год мы жестко это перестраивали, искали какие-то приемлемые для фруктов и овощей логистические приемы, логистические маршруты. Я бы сказала, что в этом году ситуация плюс-минус устаканилась, и мы более-менее спокойно работаем. Мы по-прежнему работаем со всеми странами. Как вы, наверное, заметили, бананы из Эквадора никуда не исчезли. Мы все-таки порадуем наших покупателей личи из Мадагаскара к Новому году. Мы сейчас работаем, можно найти яблоки и груши из Сербии, томаты из Узбекистана, персики из Узбекистана, Азербайджан, Египет, Марокко. Это очень большой круг стран, которые готовы продолжать с нами работать и делают это с удовольствием. А если в циферках доля российских и зарубежных, то как сейчас примерно бьется? Ну, на самом деле, где-то мы не импортируем сами, это будут российские трейдеры, но давайте приведу очень, на мой взгляд, показательный пример. Вот там, где мы сильны в овощах и в борщовый набор, мы очень мало пользуемся импортом и очень короткий сезон, когда у нас так называемое межсезонье, то есть апрель-май. Большая часть всех овощей, относящихся к борщовому набору, сейчас производится в России. Я могу уже гордо говорить о том, я действительно этим горжусь, что огромная доля яблок, значительно больше 50%, уже продается российских яблок. И мы не только научились их выращивать, мы научились их хранить, это очень важно. Поэтому в России увеличивается сельхозпроизводство, это очень важно. Я забыла упомянуть о наших прекрасных томатах и огурцах. Томатов у нас уже достаточно, мы уже забыли о плохих, некачественных турецких томатах, и по большому счету за границей покупаем такие вещи, такие томаты, у которых есть имя, вот эти вот узбекские розовые, азербайджанские розовые, а огромную линейку томатов от сливки до сладких черри мы растим уже у себя, производитель у нас действительно очень сильный. А если кто-то, вы стоим сейчас так послушал и хочет с вами работать, это куда? Нужно на сайт, в голос поставщика? Да, на голос поставщика. Мы с удовольствием, и нужно написать такой пароль «Сегмент 210,215». И мы обязательно рассмотрим. Дело в том, что у каждой категории есть номер, но чтобы мы внутри долго не говорили, категория такая-то, есть номера. Вот 210 и 215, это как раз категории фруктов и овощей. Ну вот после зелени вы сейчас во что первое попробуете? Томаты и огурцы. Томаты и огурцы. Да. Ну это уже как наброски есть у вас уже, куда идти. Но мы всегда, мы всегда пути, мы всегда движемся. И даже если мы сейчас уже с кем-то начинаем этот процесс, то это не значит, что мы закрываем свои двери. Наши двери всегда открыты. Угу. А что с поведением покупателей? Как они себя ведут в этой категории? Чего хотят? Что вы им предлагаете? Больше предлагаете, чем они хотят? Или как это все, как у вас выстраивается? Вот вы упомянули перед записью разговор, что картошка предлагается для варки, для жарки и так далее. Вы их, получается, балуете? Да. Потому что, мне кажется, это очень здорово, что наш покупатель стал, вообще покупатель, стал более взыскательным. И в том числе покупатель фруктов и овощей. Поэтому уже сейчас недостаточно просто положить картошку мытую, картошку немытую. У нас был недавно фестиваль картофеля. Так вот, в фестивале картофеля у нас участвовало 28 видов картошки. И это было прекрасно. И отзывы покупателей были превосходными. Мы это видели по количеству чеков, как они выросли, сколько покупателей деньгами за это проголосовало. Все-таки мне кажется, что наша задача ближайшего времени все-таки не просто предлагать вот один помидорчик и один огурчик для того, чтобы сделать уже какой-нибудь салатик. Нам нужно продолжать баловать и расширять границы для нашего покупателя. Нужно активно расширять линейки срезанной зелени. Мы уже знаем руккола. Это уже вчерашний день. Еще есть огромное количество салатов, которые нас еще ждут. И миксов салатных. Нас ждет расширение линейки томатов. Потому что вот я когда вижу новые томаты, я иногда говорю, вау, я таких еще не знала. Что такое? Мне говорят, ну что ты не знаешь? Это же новый сорт. Называется зебра. Надо ждать расширения линеек наших прекрасных яблок. И вообще, давайте так. Вот когда-то мы покупали один арбуз и думали, он будет сладкий или нет. Сейчас мы можем гарантированно купить прекрасный медовый арбуз, который так и называться будет на полке медовый. И где производитель не боится стикером объявить, что если это будет не сладко, мы вернем деньги, потому что это будет сладко. Поэтому задача ближайшего времени расширяем и углубляем линейки. Расширяем предложения, переносим горизонты, рассказываем, что петахая это не только вау, это что, но это еще о, это петахая, это вкусно, это интересно. И это уже не стоит безумных денег. Предлагаем не один сорт винограда, предлагаем фестиваль виноградный, предлагаем разные сорта для того, чтобы каждый выбрал то, что ему нравится. Потому что мы все разные. И вот надо, чтобы каждый из нас находил то, что хочется ему. И даже те девушки, которые хранят фигуру и боятся есть сладкий виноград. Значит, надо найти не такой сладкий. Как вы сейчас продвигаете эту категорию? Очень много инструментов. Ну, во-первых, мы меняем выкладку. Сейчас, на мой взгляд, все старые принципы выкладки умерли, потому что надо делать кросс-выкладку, исходя не от того, что аналогичные томаты, 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 говорили мы раньше. Сейчас мы говорим нет. Надо все-таки думать о потребности покупателей и делать кросс-выкладку. Что такое кросс-выкладка? Это, например, окрошка. Значит, мы положим вместе все ингредиенты, которые нужны окрошке. Это будет удобно, это будет интересно. Это будет давать покупателю импульс, подумать о том, что они могут приготовить какое-то блюдо. Первое – это выкладка, то, что я сказала. Второе – это все-таки фестивали. Когда мы расширяем границы, я уже о них говорила, у нас очень много фестивалей. И третья история, которая ложится и на первую, и на вторую – это кросс-прома. Что для меня кросс-прома? Для меня кросс-прома – это когда у нас фестиваль клубники, и в этот фестиваль клубники еще входят сливки. А для тех, кто бережет фигуру, еще молоко. А еще можно прочитать у нас на сайте рецепт прекрасного пирога с клубникой и купить у нас тесто для этого пирога по интересной цене и купить нашу клубнику. А если мы не хотим готовить, сходить в наш отдел готовой еды, и там мы предложим пиццу с клубникой. Вот мы должны все-таки увлекать покупателя и делать для него процесс покупки не скучной рутиной, а неким путешествием и размышлением о своих желаниях и возможностях. На чем, помимо разработки СТМ, вы будете фокусироваться в фруктах-овощах в ближайшее время? Мы будем продолжать фокусироваться на качестве. Мы очень много для этого делаем. Мы усиливаем контроль за качеством принимаемой продукции. Мы много работаем над правилами выкладки, чтобы продукция была все время максимально свежей на витрине. Мы будем продолжать работать, делать прямые договоры и контракты, договоры на поставку регулярной продукции от наших производителей, потому что это максимально короткий путь от поля до прилавка. Мы будем продолжать очень жестко относиться к тем нашим поставщикам, которые не хотят также серьезно относиться к качеству своей продукции. Мне кажется, что фрукты и овощи, так же, как и рыба, бывают только первой свежести. Она же является последней. Мы не можем себе позволить обмануть нашего покупателя, потому что, когда мы пишем для него, что это спелая манго, придя домой и разрезав этот прекрасный фрукт, он должен получить удовольствие от того, что ест спелый манго и никакой другой. Спасибо большое. Удачи вам в вашей работе. Еще больше энтузиазма и задора. Спасибо большое. Мне всегда очень приятно с вами разговаривать. Спасибо за ваши вопросы.